Как показывают наши опросы населения, для развития Артемовского городского округа очень важно сохранить свою молодежь. И первоочередным фактором для этого люди называют наличие работы. Порой случается так, что сами артемовцы из-за плохой информированности не могут найти достойное рабочее место или, не зная о том, какие в муниципалитете есть перспективы, покидают свою малую родину. О том, каким образом наш округ собирается развиваться и что может предложить тем, кто готов честно трудиться, нам рассказала первый заместитель главы муниципалитета Наталья Черемных. Учитывая то, что Артемовский городской округ является обладателем больших земель сельхозназначения, то развитие агропромышленного комплекса для экономики Артемовского городского округа имеет огромное значение. Например, к нам в ближайшее время зайдут две очень больших организации. Это УГМК «Агро» я назову уже однозначно. Они купили очень большое количество земель. Собственность и еще птицеводческий комплекс один тоже планируют зайти на нашу территорию. Соответственно, это будут созданы новые рабочие места, профильного назначения соответственно. Ну и у людей, в общем-то, есть возможность получить работу. А что делать, если в вас проснулась предпринимательская жилка? Но вот опыта и необходимых знаний недостаточно, чтобы открыть и развивать свое дело. В нашем регионе серьезно подошли к поддержке малого и среднего бизнеса. И в рамках этих мероприятий в нашем муниципалитете также есть структура, чья деятельность призвана помогать предпринимателям. На территории Артемовского городского округа создана такая организация, как Фонд развития и содействия малому предпринимательству. Данный фонд оказывает поддержку предпринимателям, как начинающим, так уже и работающим. То есть каждый молодой человек может, не обязательно ведь он может пойти работать на какое-то там предприятие, которое у нас существует в городе, он может найти определенную нишу, которую бы он хотел заполнить. Самое главное — войти вовремя на рынок, чтобы ты будешь знать, что твоя там продукция, либо твои услуги будут востребованы. То есть если ты займешь данную нишу, то, соответственно, ты сможешь развиваться. Поэтому в этих целях начинающему предпринимателю поможет Фонд поддержки малого предпринимательства. У них, значит, в 2017 году существуют определенные программы, да, то есть микрозаймы. Потом, значит, они проводят всякие обучающие тренинги, семинары. И, кроме того, они могут, значит, оказывать финансовые консультации. Другая проблема для молодежи — приобретение жилья. Понятно, что заработная плата у начинающих работников небольшая. И жить на съемных квартирах — удовольствие не из самых дешевых. Существуют муниципальные программы по содействию и оказанию, значит, субсидий для приобретения жилья. Молодым гражданам, нуждающимся, надо, значит, отметить обязательно, что нуждающимся в жилье. Кроме того, значит, молодым специалистам на селе. То есть это обязательно условие, что люди будут проживать в сельской территории, но и многодетным семьям. В целом в муниципалитете происходит немало положительного. И хотя всем нам хотелось бы больше, нужно учитывать определенные факторы, которые не позволяют сделать, что называется, все и сразу. В городе ведется большая работа по содержанию нашей территории в чистоте и порядке. То есть устанавливают собаки, опять же, по просьбе жителей, по многочисленной просьбе жителей, потому как людям не очень удобно выходить к приезжающей специальной технике. То есть удобно выйти каждому в определенное время и выбросить мусор. То есть на это большой упор, конечно, сделан на содержание города в чистоте. Затем, значит, все вы видите по ремонту дорог, по капитальному ремонту дорог. И, ну, конечно, сейчас люди испытывают особые неудобства в связи с тем, что перекрыты улицы. Но мы все понимаем, что без этих неудобств нам не провести ремонт улиц. Кроме того, значит, проведена большая работа по стадиону машиностроитель. То есть пользуется он уже большим спросом у населения. И людям довольно-таки нравится. Установлены вандальные тренажеры, в общем-то, которые не простаивают у нас. Тема молодежи в Артемовском городском округе весьма многогранна, ведь она – будущее муниципалитета. Мы продолжим встречаться с представителями властных структур, известными и уважаемыми артемовцами. С тем, чтобы обсудить вопрос о том, как сделать так, чтобы молодые люди не покидали округ. А главное, что уже делается или реально можно сделать в недалекой перспективе.